Добрый вечер! В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Пять месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10%. Таково решение Ленского районного суда за злостную неуплату алиментов. Мужчина задолжал своему ребенку свыше 650 тысяч рублей. Безответственный отец накопил долги с 2006 года. Ранее он уже был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов. Еще одна история про отца и ребенка. На этот раз с уголовным оттенком. Малоимущая семья находилась в социально опасном положении. Напомним, ранее мы сообщали о страшной истории, где отец выбросил ребенка в лестничный пролет. Как оказалось, часть ответственности за произошедшее лежит и на органах опеки, вернее их бездействия. Вопреки требованиям закона, належащая работа с данной семьей не проведена. Взаимодействие не обеспечено. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав семья своевременно на профилактический учет не поставлена. Необходимая помощь семье не оказана. Также сотрудники соцопеки не уведомили участкового полицейского о семье, находящейся в социально опасном положении, говорится в решении прокуратуры. Мужчина, наехавший на сотрудника ДПС в Хангаласском районе Якутии, получил три года условно. Возможно, на условный срок повлияло признание вины. Установлено, что 25 ноября 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории первого жемконского наслега Хангаласского района Якутии, управляя трактором марки МТЗ-82, умышленно, из чувства личной неприязни к старшему инспектору ДПС ОМВД России по Хангаласскому району, в связи с исполнением последних своих должностных обязанностей с целью причинения ему телесных повреждений, игнорируя его законные требования об остановке транспортного средства, наехал ковшом управляемый им трактора на сотрудника ДПС. В эти выходные ГИБДД Якутска проведет массовые проверки водителей. Мероприятия направлены на предотвращение ДТП с участием нетрезвых водителей, а также нарушение правил перевозки детей на территории города Якутска и его пригородов. Пропуски занятий только с объяснительными от родителей. Такой политики придерживаются во второй школе Алдана, и это приносит свои плоды. Показатель посещаемости общеобразовательного учреждения очень высок. А контроль, помимо прочего, помогает профилактике неблагополучия в семьях. Подробности у наших корреспондентов. Восьмой класс школы номер два может считаться лидером по посещаемости. Общее число пропусков сравнительно небольшое, и все они по уважительным причинам. Алена Соболева прогульщицей никогда не была. Если необходимо пропустить занятия, причины педагогам мама объясняет. Об моих пропусках родители все знают и пишут объяснительные имя директора. Одноклассник Алены Василий Гоголев четко понимает разницу между прогулами и пропусками. Первых у него не было никогда, а вторые связаны, как правило, с режимом тренировок и соревнований. Вася спортсмен. Да, бывают пропуски, но эти пропуски бывают по уважительным причинам. Я занимаюсь спортом, живу в интернате, в центре подготовки лыж. Согласно правилам, сейчас за пропуски занятий без оправдательного документа, например, медицинской справки, родители обязаны писать объяснительные. Правила действуют повсеместно. Для второй школы изменения не принципиальны. Подобную работу с родителями педагоги ведут не первый год. Меры внутри школы, уведомления родителям об их административной ответственности, мы все это делаем, конечно. Следующий этап, если очень превышают количество какие-то нормативы, количество пропущенных уроков без причин, понятно, что мы подаем докладные, извещаем органы КДН. На попытки педагогов поддержать постоянный контакт родители реагируют неоднозначно. Большинство мам и пап готовы назвать причины, по которым ребенок пропускает дни. Есть и такие, кто попросту не реагирует на обращение учителей. Некоторых родителей нужно отметить в плане уклонения от своих обязанностей по воспитанию детей, те, которые на них возложены законом. Требования официальных объяснительных запропускей от родителей преследуют несколько целей. В их числе профилактика и выявление неблагополучия в семьях, а также повышение успеваемости учащихся. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачевный, Гризаливин, Алдан. С начала 2018 года в республике зарегистрировано 107 пожаров. За аналогичный период прошлого года произошло 119. Из них по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования произошло 56 возгораний. Из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи – 22. И 17 пожаров возникло по причине нарушения устройства и эксплуатации транспортных средств. Также из-за неосторожного обращения с огнем зарегистрировано 9 пожаров. За поведением иностранцев и сроками пребывания в России должны отвечать сами граждане и принимающие стороны. Так посчитали в федеральном правительстве и предложили внести изменения в закон. Проект поправок разработала МВД. Цели пребывания иностранцев и сроки визита должны соответствовать намеченным. Однако, поскольку проверить это не так просто, то пока непонятно, как будет применяться это правило на практике. Поправки законодательства направили в Госдуму. Суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина виновным в получении взяток и легализации незаконных доходов. Он приговорен 13 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей. Суд оглашал приговор 3,5 дня. В общей сложности на это ушло более 14 часов. Напомним, Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. В том же месяце президент России Владимир Путин уволил его с поста губернатора в связи с утратой доверия. По версии следствия, в 2009 году Хорошавин создал организованную преступную группу, члены которой получили взятки на сумму более 500 миллионов рублей. На этом у меня все. Берегите себя и только хороших новостей.